Привет! Привет! Сейчас у гребцов проходит зимний сезон. Как удается тренироваться в плохую погоду? Мы гребем на тренажерах специальных. Называются тренажеры-эргометры фирмы Concept. Вот один из примеров таких тренажеров. Они есть во многих спортивных залах, но они не популярны, потому что многие просто не знают, как на них тренироваться. Хотя на самом деле очень заря. Они задействуют примерно 80% наших мышц и очень укрепляют кардиосистему человека. То есть действительно можно прокачать все группы мышц? И верхние, и нижние? Да, то есть задействуются и ноги, и руки, и спина, и полностью укрепляются все группы мышц, и пресс. Сегодня мы узнаем у тебя некоторые секреты, действительно, как правильно обращаться с тренажером. Вот сюда обычно помещается специальный датчик или, может быть, любое электронное устройство, телефон или планшет, и подсоединяется проводом. На него пересылается вся информация о силе грибка, о скорости. Можно также посмотреть, сколько калорий ты сжигаешь за грибок и сколько такими темпами ты за час сожжешь. То есть фиксируются все-все-все результаты? Да, абсолютно все. А можно, например, расслабиться где-то по дистанции или все-таки тренажер покажет, что твой грибок был слабее? Он записывает каждый грибок, и он будет все автоматически просчитывать. То есть схалтурить не получится. А с чего мы будем начинать? Начнем мы с того, что грибок делится на три фазы. Фаза подъезда, фаза грибка и фаза возврата с конца грибка. То есть три точки будут? Покажешь мне, пожалуйста, что первое мы должны сделать. Ну вот, получается, мы пришли в зал, и первое, что мы увидели, это тренажер. Как к нему подойти? С какой стороны? Первым делом нужно его отцепить вот здесь, чтобы движущая часть могла свободно ходить туда-сюда. Вот этот вот крючочек, попробуй сама. А почему он поехал? Он так и должен двигаться. Это специальный вид тренажера, динамический. Получше, чем статический тренажер, потому что меньше нагрузка на позвоночник и менее травмоопасен. Второй шаг, что мы должны сделать? Садитесь. Главное, получается, ровно. Да. И не упасть. Не важно. То есть ты сядешь сама, как пора чувствуешь, как правильно тебе сесть. Ну, она катается, как и этот динамический тренажер, то есть как и барабан. На месте остаются вот визуально только колени. Следующий шаг – это подстроить под себя обувь, подставку для ног. Почему тут такой большой размер установлен? Потому что я греб. А, все, понятно. Мне надо поменьше, поменьше. Для каждого человека, да, можно подставить свой размер. То есть если у меня размер ноги 39-й, то мне нужно на какую цифру переместить? Почти на самый верх. Тут написано. То есть на каждой есть свое обозначение на каждой дырочке. То есть сейчас это максимально? Да. Ну вот если сравнить, то получается вот такая разница. На самом деле еще, наверное, чуть-чуть толще можно. Сейчас я подам тебе рукоятку. Сложно, да, получается? Ну, с моего положения. Я уже сама покатилась. Мы ее устанавливаем в привычное положение. Возвращаем ее, так сказать, на место. Ну, следующий шаг – это, естественно, взять рукоятку. И сейчас я объясню тебе по фазам грибка, как правильно. Итак, ты вот в начале грибка. Подожди, ничего не делай. Чуть-чуть наклонись вперед. То есть вот примерно с такого положения ты должна начинать делать грибок. То есть у тебя ноги согнуты под углом 90 градусов к земле, поясница у тебя держит, верхняя часть спины должна быть натянута. Ну да, тянется спина. Основной грибок сейчас будет сделан ногами. То есть толкай ногами. Так, стоп. Вернись чуть-чуть. Вот ты толкнула ногами. После этого начинаешь грибок спиной доделываешь и руками. Выпускать руки вперед. То есть еще раз. Теперь ты в конце грибка, начинается фаза возврата. Это фаза подъезда. Она на самом деле проще, чем кажется. Достаточно просто расслабиться и тебя саму вынесет начало грибка. Да, ты остаешься на месте, но есть такое ощущение, как будто ты грибешь, как будто ты летишь. Да, вот очень приятно, что ты делаешь движение, но при этом все равно оно очень плавное и тебе комфортно при этом. Ну, действительно, сложнее, чем статический тренажер. Да, то есть надо немножко иметь технику на таком тренажере, поэтому статический больше нужен для того, чтобы подготовить новичков. Вот посмотри, получается, я дотянула спину, вернула руки. Подъехала. Подъехала ноги. Оттолкнулась. Ноги, спина, руки. Правильно. Опять повторяем. И при этом мы находимся на месте. Да. Интересно, сколько километров мы уже прошли? Мне кажется, я прогребла 100 метров пока что. Я думаю, 200. А, уже 200, может быть и так. Я вот уже чувствую нагрузки. Чувствую, как ноги напрягаются. Мне нравится, что когда вот ты отталкиваешься, чувствуешь силу. Вопрос такой, если тут прокачиваются все группы мышц, после тренировки они мне все будут болеть, и я буду чувствовать себя некомфортно. Организм, он же подстраивается под ваши нагрузки, и буквально через неделю тренировок у вас никогда больше не будет болеть от этого мышцы. За 3-4 месяца можно привести себя в отличную форму. То есть это будет как зарядка по утрам. А вот ты можешь рядом со мной сесть, и чтобы мы вместе смогли выполнить все упражнения? Конечно, сейчас. Так, я пока отдохну, а то ножки забиваются. Немножко подустало, мне хочется отдышаться, потому что действительно кровь разгоняется, и вот ты говорил, что это хорошее кардиоупражнение. Отличное кардиоупражнение. То есть у грибцов один из самых больших расходов кислорода по дистанции. Мы соперничаем в этом с лыжниками и с пловцами. Какие виды спорта могут быть смежные возгребли, которые понадобятся профессиональному грибцу? У нас грибцы могут потом перейти в велоспорт или в лыжный спорт и также подсказывать там достойные результаты. Я уже чувствую результат. Буквально за 5 минут начинаешь потеть. Ага. То есть желательно взять с собой легкую одежду. Да. И не утепляться. Да. Я сейчас просто в гражданской одежде. Одежда, как правило, не должна стеснять своих движений. Вот эти вот штаны, они мне упираются как раз под колено. То есть обычно я грибу в шортах, то есть в какой-нибудь обтягивающей одежде. Думаю, на сегодня уже достаточно. Я рада этому, потому что я чувствую боль во всех мышцах. Они у меня прокачались сегодня. Ну, вот вся наша спортивная карьера состоит из маленьких шажочков. Сегодня ты на один шажочек стала сильнее, так сказать. На один грибочек даже. Да, на один грибочек. И то есть каждая тренировка – это какой-то плюсик, так сказать, небольшой. Буквально через месяц ты уже можешь не узнать себя. От грибли нужно получать удовольствие. Это возможно, если просто расслабься и гриби в свое удовольствие.